всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему кмс wordpress урок номер 7 в этом уроке я бы хотел рассказать вам как создаются записи или статьи но в этом уроке лучше давайте поговорим о seo вводная информация для новичков что такое seo seo это комплекс мероприятий по увеличению видимости сайта в поисковых системах по целевым поисковым запросам другими словами если вы хотите чтобы ваш сайт вашу информацию находили в интернете то вы обязаны учитывать хотя бы базовые трюки именно seo и именно начальные знания в этом уроке я расскажу более глубоко про seo возможно буду рассказывать следующих уроках просто это касается именно при написании статьи прежде чем ее делать нам нужно с вами кое-какие моменты осветить чтобы вы их знали смотрите начнем заголовков есть такие понятия как заголовки в теге h1 h2 h3 и так до h6 что нам нужно понимать во первых тему то есть шаблон который мы выбрали мы должны проверить тема может написано быть неправильно и если это так и мы не разбираемся в коде тогда эту тему надо гнать в шею и искать новую вот смотрите у нас есть главное и есть внутренние страницы да вот у меня видео книги музыка так h1 вы просто как правило это запоминаете так h1 должен встречаться на странице на одной только один раз нельзя дублировать так h1 несколько раз на странице то есть это будет нарушение все оптимизации сайта и такую страницу естественно будет плохо индексировать поисковые роботы google и яндекс как понять лучше я приду пример вот открываете книгу и первый заголовок он самый большой он всегда наверху он крупнее других букв и соответственно нам нужно проверить тему потому что она может на написано быть неправильно вот например главное вот это привет мир это заголовок нашей статьи тестовой статьи до правой кнопкой мыши я кликаю по заголовку и просмотреть код нажимаю и вот здесь мы смотрим вот видите h2 то есть заголовок пример привет мир он попадает ваши два вот он h2 заключается в него то есть это правильно это на странице список статей это так и должно выглядеть то есть если мы кликнем по заголовку и зайдем в развернутую статью то здесь заголовок уже является h1 это тоже правильно потому что на развернутой странице поста это новая страница и здесь должен присутствовать хотя бы один заголовок h1 и у нас заголовок нашей статьи как раз здесь ваш один нельзя что было два по поводу заголовков h2 h3 поговорим чуть позже соответственно если я нажму назад тут у нас статьи идут чередой и все h2 где же h1 здесь для всех страниц у нас получается заголовок вот title сайта да если мы с вами посмотрим видимо заключается вот здесь вот в h1 соответственно если внутри статьи он то видим наблюдаем ситуацию такую что нету здесь до h1 я не вижу то есть это правильно потому что у нас привет мир h1 то есть эта тема именно wordpress of sky да от разработчиков здесь у них все правильно сделано таким образом мы с вами пока просто проверили тему дальше по поводу текста самой статьи ну и заголовка тоже он должен быть уникальным что значит уникальным вы должны это написать сами ни в коем случае вообще забудьте про это что откуда-то скопировать скопипастить текст даже если вы его переделаете поисковые системы будут видеть это и я вам сейчас подскажу полезный бесплатный инструмент advega plagiatus который позволяет штудировать ваш текст написанный потому что даже вы его если напишите он тоже может быть не не уникальным если вы брали какие-то слова там или слов в сочетании распространенные в общем программа показывает позволяет определить она именно смотрит в интернете быстренько то есть вы пишете текст проверяйте вы через программу если 90 процентов текста уникальности то вы можете использовать данный текст у себя на странице и такие тексты будут хавать поисковые системы очень хорошо если вы дублируете текст вы никогда не будете продвинуты так сказать бесплатными средствами да то есть это базой seo не заложите если вы этими методами вы никогда не добьете результата вот этот замечательный сервис advega.ru здесь можно перейти проверку уникальности текста тут можно проверить орфографию онлайн проверку уникальности до вводите здесь свой текст и нажимаете проверить ну тут по моему нужно еще зарегистрироваться или вот вот эта программа вот она показывает смотрите скачать advega plugiatus бесплатная программка то есть прямо на компьютере вот она подсвечивает текст уникальность текста ведь показывать 53 процента это картинка просто демонстрация соответственно вам нужно получить 90 процентов хотя бы ну и в идеале 100 вот этот текст можно использовать то есть 90 100 100 процентный текст использовать на статье своей статье теперь какой должен быть текст смотрите по объему чем объем не тем лучше 3-4 тысячи знаков включая провел и составляйте такой текст для каждой статьи здесь а подсчет вот символов видите будет считаться вот он тут в демо примере 1900 1294 символа вот то есть не меньше 1294 символа старайтесь сделать объемные статьи далее статьи нужно разбавлять картинками про картинки сейчас тоже детально поговорим и разбавлять под заголовками вот у нас например привет мир заголовок 1 h1 идет какой идет картинка потом обязательно соответствующая картинка тексту потом идет ряд какого-то текста потом идет под заголовок и вот под заголовок нужно делать например h2 обязательно вот по заголовок например h2 это вы уже сами сможете сделать в редакторе я покажу в следующем уроке как h2 а вот h2 заголовок сколько угодно может быть на странице но делайте h2 например h2 еще текст то есть опять же не ставьте заголовки рядом то есть h2 заголовок потом сразу еще заголовок h2 то есть заголовок разбавляем потом текст несколько там предложений может быть 500 знаков картинка еще заголовок и вот можно чередовать вниз то есть h1 1 h2 h3 h4 и так до а 6 можно опуститься вниз соответственно эти заголовки h2 h3 то есть на странице мог бы сколько угодно но тоже не надо борщить чтобы это был читаем а в первую очередь для вашего пользователя потому что можно тоже переборщить seo текст должен быть читабельным понятным вот в этом уроке конечно же я вам не все расскажу потому что здесь есть и ссылки внутренняя перелинковка сайта и похожие посты внизу что можно почитать еще это чтобы удержать пользователя так называемый поведенческий фактор это возможно рассмотрим более детально сейчас такие вот основы я вам говорю теперь по поводу картинки и оптимизации картинок в плане быстро действия картинки он должны быть в первую очередь уникальными уникальные значит вы сами сфотографировали это на свой фотоаппарат или же вы сделали аппликацию в редакторе каком-нибудь например photoshop ну можно даже из готовых кусков что-то собрать что-то свое на нее наложить текст еще вот принципе должна считаться уникальным картинка потом она должна быть небольшой через специальный сервис который сейчас вы видите бесплатные вы прогоняете все изображения этот сервис оптимизирует изображение без потери качества но по идее должен но присматривайтесь фотографию прогнали смотрите обычно я замечал такой момент если вы фотографию сделали сами photoshop и собрались кусочков то этот сервис может выкинуть фрезы то есть может как-то или пережать ее фотографию что-то сделать но в итоге будут некрасиво тогда мы не пользуемся этим сервисом просто сжимаем как можем на фотошопе настолько сильно чтобы качество не потерялась и объем убавился плюс разрешение изображения не дал не надо делать full hd изображение в статьи тут зависит от шаблона да если у вас красивый шаблон здесь надо смотреть какая картинка здесь хорошо подойдет но лучше готовьте картинки заранее на компьютере не нужно ставить дополнительных плагинов для водяных знаков на картинку не нужно ставить специальные плагины которые сами обрезают ужимают все это на вордпрессе самом то есть мы туда кидаем огромную картинку и плагин wordpress это режет это все такой бред вот это я смотрю уроки какие-то в интернете как обучают такие плагины установите как ними пользоваться ребят зачем это все нужно это геморройные плагины которые лишние только дадут вес на ваш сайт wordpress нам нужно минимизировать количество плагинов на wordpress чтобы у нас все летало минимальное количество плагинов на нашем движке wordpress только самое необходимое запомнить это как правило никаких плагинов для оптимизации изображений зачем зачем мы можем просто подготовить изображение к нашей статье заранее ужать ее размер убавить наклеить водяной знак все это можно сделать фотошопе или в других редакторах и это несложно все готова картинка загрузил все никаких плагинов никакого лишнего веса все четко красиво аккуратно все по полочкам вот это мой вам личный совет более детально именно как создать пост то есть вот я загружу картинку загружу какой-то текст покажу как h2 заголовок ставится да и вообще как назначить тут категорию как это все смотрится на сайте все давайте это рассмотрим с вами в следующем уроке как раз таки будет урок именно как создавать статьи записи да по-другому на нашем движке wordpress по поводу уникальности картинки то есть если вы будете где-то кому не здесь эти картинки с какого-то сайта с интернета социальной сети ребята это уже есть воровство картинки и это уже роботы видят они в любом случае увидят что картинка не уникальная то есть если вы хотите сделать все грамотно красиво уникально чтобы вы были чтобы у вас пытались скопировать полезные материалы и ставить у себя они вы где-то да и вы действительно серьезно к этому относитесь учитывая учитывайте пожалуйста все что я вам говорю сначала тему до нашли тему проверили как выглядят эти вот заголовки внутри h1 h2 вот по записям если все хорошо тема нравится используем ее ее и соответственно уже по статьям готовим объемный текст опять же текст надо так уметь писать чтобы он интересен был с точки зрения пользователя не перенасыщен там ссылками или какими-то стоп словами какими-то там часто повторяющимися да и так далее и обязательно используйте картинки в постах всегда обязательно чтобы сайт не выглядел скучным тупо один текст никто не будет читать в наше время если у вас мало текста на статьях получается одна картинка всегда в каждом посте одна то есть вот здесь наверху размещаем картинку потом ниже текст все если планируете делать объемные статьи то размещаем здесь картинку потом текст потом под заголовок h2 потом картинку потом текст но это базовое такое да можно использовать всевозможные там цитаты вставлять нумерации нумерованный список если статьи такой присутствует да вот это все полезно на этом данный урок я заканчиваю и жду о следующем видео и так как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedor васильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема неинтересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почты чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописываю то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлена еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указанном на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а